Но сейчас я хочу, чтобы мы услышали человека, который вместе с тобой смотрит все те сериалы, все те любимые твои фильмы, все это с тобой потом анализирует, обговорит, коментирует. Давай послушаем, потом продолжим. Аша, ко мне, пойдем. Пойдем. Аша, ко мне, пойдем. Я хотела родить ребенка, когда был этот промежуток между 35 и 40 годами, когда еще такой, ну, еще можешь родить. Но так случилось, что мама не встретила этого человека, от которого она готова была бы рожать. И она готова была даже, как я впоследствии узнала, она даже хотела усыновить, но что-то ее восстановило. И мама Аса называет своим нерожденным ребенком и к ней соответствующие относятся. И очень трогательные отношения. Мама, уставшая, приезжает с работы и все равно выходит гулять с собакой ночью. Мама никогда мне ничего не запрещала. И поэтому у меня никогда не было отсяги к чему-то такому запретному. Очень многие мои окружающие сверстники, они все, что только можно, перепробовали. И анализируя, поняла, что они просто были в ежовых рукавицах. У них есть время, когда они должны возвращаться домой. У меня такого нет. Я могу отпроситься у мамы, можно я до 12 погуляю? Да, конечно, можно, давай только будем на связи. Хорошо, я на связи. Я могу быть на каком-то панк-концерте, в каком-то андерграунд-клубе, где очень много наркоманов, где нет связи, потому что это промзона. Но я все равно выйду, потому что я понимаю, что мама разрешила под свою ответственность, и я не хочу ее подвести. И очень хорошо, что в 16 лет я повидала то, что мои сверстники не скоро увидят. Я видела людей, которые общались с людьми очень продолжительное время, ну, по меркам моей жизни, которые ведут просто аморальный образ жизни. Мама видела этих аморальных людей. Она просто сказала, что ты с ними делаешь? То есть она мне не ругала, она сказала, что ты с ними делаешь? И мне этого хватило, меня никто не ругал. Мне просто всегда мама в урок превращает вот какую-то мою такую ошибку. Но я ощущала эту зависть на себе, это точно, пару раз. Но во многом маму очень любят, и они всегда интересуются, как у них дела, они всегда интересуются, как там у мамы в личной жизни, переживают за нее искренне. Потому что для моих друзей моя мама тоже приятельница в какой-то мере. Она не мама Маша. Она Жанна. Она не тетя Жанна, она Жанна. И это самое главное, это самое ценное. Субтитры создавал DimaTorzok